Смена караула Снимем весь процесс От и до Смотрите, сколько по времени Вот, Кать, смотри Смотри, как они Мне нравится, как они на ступеньке На ступеньке, как они Смотрите, смотрите, сейчас Раз, ножки Круто, да? Красиво Молодцы Круто Круто Сейчас они друг на дружку посмотрят. Оп! Оп! Хе-хе-хе-хе-хе! Эли! Го! Наплезь! Ничего! С шагом марш! Красиво! Да? Хе-хе-хе-хе! 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 Хе-хе-хе! Хе-хе-хе! Хе-хе-хе-хе! Ой! Все добре! Посмотрели смену караула. Идем смотреть фонтанчики. Идем смотреть... Маленькие. Манежик. Пойдем сейчас в манеж. Маленький. Маленький. Смотри, видишь? Нужно му-му помычать. У меня телефон есть. Вот видишь, каскад так называемый, да? Да. Вон и качал. Смотри, ты кател. Видишь? В общем, мы зашли в му-му. Вон там видно, кстати, надпись. Му-му. На Красной площади. Укломанежная площадь. Над нами. Сзади очередь. Вон там где-то касса. Очередь идет, 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 идет. И вон туда заворачивает. Очередь вообще очень большая. Мы решили очередь не стоять. Тут есть у себя такое место. Можно взять такие тортики. Водичку. Отдельная касса. Отдельная касса. Вот тортики я взял. Медальник. Катя, вон тоже надо какую-то вкуснятину. Лимонадик. Кофе. И... А у нас еще молока. У нас косырок. И хлебушек. Мы съели по два бутербродика. Я съел два бутербродика. Наташа съела. Ты тоже экстракт два бутербродика? Мы съели по два бутербродика. По два бутербродика, извините. И очень. Если не будешь всем рассказывать, нас больше ни в одно кафе не будет. Да ладно-ка. Господи. Мы все равно купили на тысячу рублей. С лишним. А ты на сколько? Да. Двести девятнадцать. Двести девятнадцать. Можно купить? Тысячу рублей. Вот. Ну, народу, конечно, обалдеть. Он сзади говорит, как в столовой с подносами. Все набираешь, в конце платишь. В конце выходит кругленькая сумма. Вот у нас камни свое. Ну, ты что, взял комботик клубничный. И вот это. Ну, это теперь мое, в принципе. Да, ты хоть допьешь ли? Да. Ты сейчас вот возникаешь, а сама ты не допьешь. Ну, вот наконец-то мы добрались. Я так думаю. До манежа. Центральный выставочный зал. Московский транспорт. 2000. Тридцать. Да, значит, автобус. Пойдём посмотрим. Автобус. Это электробус. Так, можно зайти, наверное. разрешите пожалуйста пройти спасибо большое так можно зайти прикольно чё это электробус пойдем дальше пошли вон в метро ну чё я говорил вот а очередь стоит понятно а вы говорите так вот гаражик машины не стоит отлично копеечка копеечка родная двор копеечка что-то на смотри врезалась видишь помяла немножко огражденится модель хорошие диорама то это настоящая трава то хоть что-то я не понял прикольно нечего это они о это тип современная лишь то что сейчас а до этого было то что было сейчас так поехал про полу так что о мадрика ну были такие краны прям здоровые а вот сейчас было смотри а это было да ладно чё тут фоткать ты господи на фоне чего надо был там на фоне копейки все пошли ладно не прикольно о видишь вон лишь остановка висит тигры бабка семечками труда торгует видишь а вон это походим через передний берег здорово почем семечки 10 руб 5 копеек должен быть 10 10 рублей стакан в кулечек да я прям на сам это настоящее а где водитель вроде что должен быть делал отошел в балашиху в балашиху прикольно это старая остановка проспектного а это вот сейчас новая тип электробус все дела плата ларечек видишь это сейчас у деток такие остановки а у нас детстве да круто да нормально неплохо выглядит красиво ой как хорошо а вот то чтобы царе было 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 вот интересом союз было но тоже неплохо было чего говорить москве то ли азы а сейчас электробус как чё классно аксона прикольно так цветы шаурма союз печать и 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 чего купить купи 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 говорит он и что раньше тип такой вход вход в метро метро не работает прикольная понятно это метро это то что раньше было вот раньше такие были иди покажу тебе иди сюда смотри раньше видишь идешь без билетика и вот это вот они раз и закрываются чтоб ты не прошел понятно ну да да сидит чаек пьет да а это современная это современная электричка это так было раньше раньше а теперь стало сейчас пока что стало ну и вот мы теперь попадаем в улицу улица улица это улица бэхо ночной дозор ну это нулевые типа да прикольно дозор написано а точно блин прикольно пятерочка девяточка бэхо осын да 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 кранова ebenfalls мусор якрана больше О, посмотрим, да. Что зашел? Не знаю. Давайте посмотрим. Сейчас что-то здесь будут показывать. Ну и что? И что? Москвич! Открывается робот. Устанавливает крышку. Открывается робот. Куда назад? Куда назад? Куда сварка не надо? Сверху-то нет. А сварки-то нету? А почему сварки нету? Это после окраски. Ну, красиво, заморочились. Нормально заморочились, да? Ну, надо же продвинуть в москвич, москвич надо продвигать, его никто же не покупает, потому что он дорогой. Он дороже, чем такая же китайская. Дальше. В общем, тут все производственные цифры, была сварка, антикоррозионная обработка, покраска, ну, дальше, как, как дальше, есть такой процесс, называется, когда машина называется свадьба, когда двигатель соединяют с машиной. Вот здесь путь про это или нет? Ну, и он, и готовый автомобиль. Вау! Вау! Уехал, все. Ушел в народ. Ну, конечно, Керб Москвы. А, пойдем быстрее к blev. Электромобиль гаджет. ну вообще прям там ничего нету смотрите-ка так там ничего нету руль только и все только руль да да а наверно высвечивается там наверно это на лобовое стекло высвечивается сколько весь ручки а когда ты на кнопку нажимаешь подходишь и автоматически выезжает тогда там сенсор дотрагиваешься она выезжает ну ваще а это чё ё-моё машин сколько а еще одна очередь господи одни очереди прототип инструктаж проводит катерине сейчас наша катерина будет управлять водным транспортом синячкой синячкой такая как ну там ну 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 Вот твои синячки сейчас поплывет, Катюха голубая. Тебе нужно прямо плыть, управлять. Это вправо, вперёд это вправо, влево, назад это влево. А мы сейчас авария, авария. Теперь нужно развернуться тебе, Катерина. Разворачивай свою синячку. Мам, что ты сама вертишься? А? Ну что, разворачиваешь её чуть-чуть-то? Разворачивай, разворачивай. Опа, получается у тебя вроде, да? Назад теперь. Вот, пальчиком назад. И синячка. Птичка. Там её выручили. Опять ей надо разворачиваться. Значит, Акатюх? Да. Так, это пресня, это не наш. Катюх на соседа точно. О, Катюх, плывёт синячка твоя, да? А попробуй и горячо её развернуть. Ммм. Я думаю, у тебя ещё есть время, ты ещё наверное успеешь развернуть. Давай-давай-давай разворачивай и поворот-поворот. Давай-давай, уводят столкновение. Палка выручена. В общем, мы решили прокатиться все-таки на поезде Москва-Санкт-Петербург. Высокоскоростной. Сейчас такого поезда еще нет. Вот в 2008 году запустит вот эта высокоскоростная магистраль, я так понимаю, 1ВСМ-1. Ну что, Кать, управляла корабликом? Прикольно? Интересно? Ну ты, Наташа, потом покажешь, где ты там что-то говорил, метро-то? Да, метро будущего. Посмотрим. Ну и там уже выход, да? Там же это еще эскалатор нет. Заходим. Так, вокзал. О, что-то какие-то сиденец, это не очень. Вот здесь что-то прям телефон фонит как-то. Фонит как-то телефон-то здесь. У меня прям полосы какие-то. Смотри. Смотри, видишь? Вон она. Как бы так это. Так. Сейчас мы поедем. Скорость 400 км в час. Офигеть. Поехали. Покинаем. Полетели. Рижская. Ой, головатка Крусса, да? Да-да. Поехали. Это наш. Зеленоград Крюкова. Понятно? Мы выделяем императорский поезд, на котором Николай I в 1851 году выбирался до Митинбурга почти 22 часа. Уехал. В Московскую область мы покидаем вместе с гордостью железных дорог, фирменным поездом «Красная скрыва». Более 90 лет ночной экспресс за 8 часов перелозит тех, кто не хочет тратить на дорогу, миллиониты активного времени. Руна. Более 3. Горад, основанный на 12 лет, раньше Москвы. Купить добраться до него из столицы можно всего за 39 минут. Но мы едем дальше. Амгадея рекордсмена 70-й годов 20-го века. Более 90-й экспресс-аврора. Его время в пути... Прямо где-то поясы. ...в 21-й век. Наш спутник, Невский экспресс, курсирует по маршруту с 2001-го года. Его купая с мягкими креслами, можно доехать до Петербурга за 4 часа 5 минут. А теперь готовьтесь увидеть слева по ходу движения знакомый силуэт. Это лечится скоростью 250 км в час с Апсаной. С 2009-го года он позволяет жить в одной столице, а работать в другой. Миновав Лалдай, родину русской баранки и знаменитых малиновых сводов, через 1 час и 41 минуту после отъезда из Москвы мы пребываем в один из древнейших городов России. Это Великий Новгород. Вторая столица Руси и светоточие уникальных древнерусских памятников. В Санкт-Петербург смогут устроить танк и улучшить качество жизни более 40 миллионов человек. В Санкт-Петербург. Приехали. Внимание! Мы пребываем на московский вокзал Санкт-Петербурга. Время в пути 2 часа 15 минут. Перед выходом дождитесь полной остановки из острова и обязательно приходите снова. Наши гордые птицы всегда готовы расправить крылья. Че, Санкт-Петербург реально, смотри, добро пожаловать в Санкт-Петербург, прям написано. Ура, приехали, пойдем. Сейчас разводные мосты посмотрим. Нет, это все та же Москва. Это не Санкт-Петербург. Жалко. А было бы неплохо. За 6 минут и ты в Санкт-Петербурге. Пойдем сейчас что-то какое-то еще метро будущего посмотрим. Как станция будущего. Все, короче, мы идем в метро будущего. Все. Тут типа по фейсу или что, точно по фейсу тебя определяет. Опа. Так. Ну и где тут метро будущего? Смотри, можно будет в дизайн станции будущего проголосовать. Тут, короче, можно поучаствовать в голосовании. Вон это вон они, если не надо. Вот, и дети могут взять. Че, вы тут выбираете что-нибудь? Голосует. Голосует. Все понятно. Пошли. Пошли. Наталья Николаевна пошла там и говорит, я устала, посижу. Она, Наталья Николаевна, уже говорит, нас хватит до Красной площади. Я говорю, а что, уже вымоталась что ли? А, вон, говорит. Я говорит, посижу. Нет про... Ух ты. Ух ты. Это интересно. Вот я такую отправила. Ну, прикольно. Ну, наверное. Малинкина, Горная, Никитская, семейно-досуговая, Эльбрусовая, Варваринская. Назвали какие-то странные. Назад в настоящее, опять в настоящее. Да что за... Вон он, видишь, сломался. На путях стоит. Ну, это как импортозамещение. Не сработало. Спасибо.